да добрый день еще раз мы продолжаем наш наши с вами дистанционные встречи и что они только вас видят и сейчас вы видите тему лекции если видите вот так вот сделайте отлично но сегодня мы поговорим с вами о генеалогическом анализе поговорим о болезнях с наследственным предрасположением и обсудим с вами некоторые задачи нетиповые нетиповые если мы будем использовать с вами этот материал для подготовки к единому госэкзамену то помните о том что задачи с генеалогическими схемами с этого года в объем егэ входят только в задании номер 5 и или 6 вылетела из головы точно то есть их больше вы не увидите в заданиях высокой сложности номер 28 потому что вы очень хорошо научились их решать поэтому моя задача сегодняшняя показать а что вы из этих задач решать не умеете показать вам некоторые интересные моменты по решению этих задач ну и самое главное это по схеме скрещивания по генеалогической схеме понимать какие есть признаки аутосомно доминантного аутосомно рецессивного сцепленного с полом наследования и вот на эти на этих моментах мы с вами сегодня и остановимся сейчас секундочку отлично так но для начала несколько слов о тех терминах которые я буду использовать в ходе нашей сегодняшней встречи но в медицинской генетики используется термин консультирующийся это не только тот человек который пришел к доктору генетику и собирается задать ему какие-то вопросы это вообще первым попавшись в пользу зрения наблюдаемый объект человек несущий какой-то интересующий генетика признак когда мы говорим о пробанде значит мы говорим о носителе этого признака ну или о больном человеке или а человека у которого этот признак фенотипически то есть внешне проявился часто будет использоваться со слова сипсы это такой интересный термин означает он дети от одной супружеской пары но в переводе с английского такая интересная аббревиатура sister and brothers и вот вместе получается сипс в немецкой язычной тактике иногда используется слово сиблинги и сипсы и сиблинги могут быть двоюродными троюродными но это то же самое что сестры и братья двоюродные троюродные нам надо будет развести с вами два понятия род и семья семья это вот супружеская пара и их дети если в дело вмешиваются еще родители родители потом дети и внуки тогда мы говорим уже о роде то есть больше чем папа мама и детишки в задачах олимпиадных вы сможете встретить термин пенетрантность то есть способность доминантного гена проявиться фенотипические у потомков вопреки закону единообразия но простой пример у нас допустим ген подагры доминантный но при этом у женщин этот ген не проявляется то есть пенетрантность этого гена равна нулю другой пример если папа кориглазый мама голубоглазая а в роду папы все были кориглазыми то есть папа был гомозиготин по исследуемому признаку то пенетрантность будет равна ста процентов то есть однозначно ребенок будет иметь кориглаза я надеюсь понятно пенетрантность термин знаком вам друзья термин пенетрантность вы разбирали когда-то нет ну тогда стоит его отметить пенетрантность это способность доминантного гена проявляться в потомстве иногда и в моей речи вы будете слышать термин варьирующая экспрессивность ну приведу такой пример да у нас ну допустим есть есть наследственные патологии которые вызывают не одну какую-то болезнь не один симптом а группу симптомов ну возьмем допустим семейную гиперхолестериномию если гиперхолестериномия проявляется в полном объеме то здесь будут и ксантомы это такие опухоль доброкачественные сухожилий и пигментные пятна на коже и много чего еще а может быть просто повышенный уровень холестерина в крови вот вам варьирующая экспрессивность мы в некоторых патологиях видим и голубые склеры глаз и там кто свет и эпикантус и кожную складку а можем видеть только голубые склеры то есть видите какой-то один признак проявился какой какие другие признаки не проявляются еще мы столкнемся с вами с понятием генетическая карта то есть схема которая показывает как взаимно по отношению друг другу расположены структурные гены генорегуляторы генетические маркеры а также эта карта которая показывает относительное расстояние между вот этими указанными мною группами на хромосоме ну хромосома это группа сцепления по моргану сам метод построения генетических карт называется генетическим картированием вот собственно вокруг этих терминов будет сегодня вращаться наша с вами лекция вот посмотрите пожалуйста на генетическую карту x хромосомы она сейчас будет вас мелковато просто два кружочка но я так вкратце поясню что мы здесь что мы здесь видим мы видим с вами вот это два кружочка это карта генетическая карта ишерихиаколи это бактерии кишечной палочки а карта x хромосомы вот она слева тут вот вот две полосочки верхняя п плечо x хромосомы нижняя q плечо более длинная и вот что мы с вами видим на коротком плече x хромосомы мы видим такие признаки как их x сцепленный ихтиоз недостаточность сульфатаза стероидов синдром кальмана x сцепленная рецессивная точечная хондродисплазия наследственная гипофосфатемия альбинизм глазной и ретиносхизис многие другие гены все они будут располагаться вот в этой вот небольшой верхней части посмотрите вот здесь вот да вот в этом вот блоке располагаются гены отвечающие за мышечные дистрофии сразу за два блока это за беккеровскую дистрофию и за дистрофию дюшена а вот если посмотреть на эту хромосому то возникает впечатление что x хромосомы несет только гены болезней не друзья это не так просто ну возьмем например пигментный ретинит до 2 группа пигментный ретинит это патология при которой происходит гипер накопление пигментов сетчатки и она приводит вот к тотальной слепоте но если этот ген будет нормально функционировать тогда там будет нормальное накопление пигментов и болезнь не проявится то есть нам надо смотреть на генетические карты не как на источник информации о куче болезней а как на источник о нормах которые могут быть к сожалению не проявившимися у того или иного человека кстати с x хромосомы у женщин все гораздо лучше чем с x хромосомы у мужчин дело в том что у женщин работают в клетках ее организма либо одна x хромосома которую женщина получала от мамы либо вторая которая получила от папы а вторая хромосома никогда не работает она конденсируется становясь так называемым тельцем барра и вот когда мы проводим цвета генетическую диагностику жен женского организма мы можем в клеточках увидеть в ядре маленькая темная пятнышко это тельце барра значит все в порядке если мы видим тельце барра у мужчины значит у мужчины лишние x хромосома это не есть хорошо да впрочем как и у женщин любая лишняя хромосома это всегда проблема это мы с вами в принципе уже уже знаем а справа вы видите кольцевую генетическую карту и шерихи околи кишечной палочки мы достаточно точно знаем ее геном знаем куда что встраивать можем его редактировать ну вот ребята в нашей школе например они занимаются редактированием этого генома но не все конечно те кто кому интересен профиль биоинженерии биоинформатики когда мы устанавливаем когда мы вообще применяем генеалогический метод то есть когда мы выходим на работу с генеалогией допустим обратившегося к нам консультируемого лица но вообще мы применяем всегда этот метод вместо гибридологического я поясню эту позицию она лежит в области биологической этики простой пример если вы захотите выяснить вашу вот я вижу в основном девушек но возможно там с краю сидят еще молодые люди но я не вижу в камеру если вы захотите ваш молодой человек он как бы ну чуть не сказал чистопородные или нет да то есть если него гены болезни или какие-то гены которые фенотипически не проявились вам надо скрещивать вашего молодого человека с голубоглазыми блондинками причем не с одной а подобрать ему штук там 10-15 посмотреть что под каждой этой блондинки у него было по 10-15 детей согласитесь это не очень этично я не расцениваю здесь внимание или мнение самого вашего молодого человека или блондинок просто сама эта процедура заставлять человека с кем-то скрещиваться это не вполне этично поэтому мы просто анализируем ту информацию которая к нам поступила от каких-то предшествующих но не случайных но скрещивание ведь даже результат вашего появления здесь и внимание к сегодняшней лекции это результат гибридологической работы ваших родителей второй момент когда нам необходимо понять тот признак который несет особь нам обратившаяся консультирующийся человек она вообще рискует в следующем поколении проявиться насколько она тягчит жизнь потомку мы можем с помощью гибридогического метода оценить пенетрантность гена то есть насколько часто он проявляется с какой частотой мы всегда используем этот метод при картировании хромосом когда выясняем сцеплены ли гены друг с другом то есть находится ли не они на одной хромосоме или на разных мы используем генеалогический метод когда оцениваем интенсивность мутаций но генеалогический метод у человека можно использовать при оценке мутации если мы анализируем с вами людей генеалогию людей приехавших с мест где допускалось изменение мутационного фона ну и также вот при медико-генетическом консультировании которым я поговорю с вами чуть позднее у меня как раз есть задачник который я надеюсь вам понравится какие знаки мы используем с вами в генеалогическом методе ну вот те кто учится в десятом классе они уже эти знаки должны по идее знать ноябрь месяц у вас должна была генеалогия закончится для одиннадцатиклассников тем более это старая информация девятиклассники возможно вам придется вот немножко напрячься потому что этот раздел вы еще не рассматривали ну во первых все кружочки это женщины все квадратики это мужчины сразу отмечу что генетика это наука джентльменов поэтому женщину всегда пропускаем вперед а в генетической записи это значит что женщины всегда будут слева мужчины всегда справа но есть такие у нас шовинисты генетики которые говорят что мужчины справа потому что мужчины всегда правы ну как вам удобнее так запоминайте либо дамы вперед либо мужчины правы но в генетической записи кружочки должны быть слева квадратики справа дальше если мы исследуем какого-то конкретного человека с него начали составлять нашу схему в этом случае мы отмечаем его вот такой вот стрелочкой снизу если мы его лично обследовали мы ставим прямо рядом с ним восклицательный знак вот это вот здесь этот значок уже отмечен если мы не знаем какой ребенок родиться женщина беременна например в этом случае мы ставим значок ромбика пол неизвестен если у нас были медицинские аборты или мертворожденные дети мы означаем обозначаемых маленьким черным закрашенным кружочком если был выкидыш у женщины то вот таким треугольничком если в браке не было детей в этом случае вот такой вот такой значок бывают ситуации когда в задачу вас особенно в олимпиадных задачах это любят давать когда у вас внебрачное потомство то есть вот мужчина женат на женщине 1 но вступил в внебрачную связь женщиной 3 и вот у них появилась внебрачное потомство отличить потомство от брака от внебрачного легко посмотрите вот это сипсы они связаны с родителями сплошными линиями а вот линия брака а вот без вот внебрачные дети ведь пунктирная линия если в брак вступают мама с сыном сестра с дядей дедушка с внучкой или племянницей тогда мы обозначаем знаком кровно родственный брак то две линии идущие рядом если брак был повторный то первый брак обозначается слева вот он девушки слева а второй брак будет справа если браков несколько то дальнейшие браки обозначаются через дробную черточку то есть еще один брак еще один брак еще один брак вот олимпиадная задача этим грешат да то есть мужчина вступил в первый брак у него было семеро детей все глухонемые потом вступил во второй брак у него было трое детей из них одна девочка здоровая а потом в третий брак где у него детей не было и вам надо это все расписать виде вот обычной генеалогической схемы частые в задачах такие термины как монозиготные дизиготные близнецы разница между ними вот такая монозиготные еще объединяются горизонтальной чертой не путайте это с браком то есть не знать что мальчик с мальчиком вступил в брак или девочка с девочкой нет тут главного такой треугольник где зиготные близнецы отличаются от обычных сипсов тем что мы обозначаем их вот такой вот таким знаком который показывает что они одновременно родились да ну те кто несут какой-то признак допустим голубоглазость или синдром морфана мы их обозначаем заштриховывая картинку умерших либо зачеркиваем либо ставим крестик бывают еще дополнительно интересные записи вот например такие для это вот уже прям прицельно для допустим всесибирской олимпиады если вы в ней участвуете по биологии там генетическая задача может быть как раз вариабельной экспрессивностью и тогда вам надо разделить кружочек женщины на столько частей сколько вам дано вариантов вариабельности и если у нее у этой женщины все четыре то вам надо все четыре сегмента закрасить по-разному если только один то какой-то один сегмент закрашивается тут надо сразу увеличивать значки в два в три раза для того чтобы эксперт потом прочитал правильно вашу задачу вот посмотрите здесь два маленьких таких кружочка означают аборты или выкидыши обычно подписывается просто слово аборт ну потому что выкидыш это признак болезни какой-то а вот аборт это уже осознанный выбор женщины и еще ну наверное да вот хороший пример если вы понимаете что у вас задача там ну допустим у папы с мамой родилось семеро детей все мальчики и про них ничего больше не сказано чтобы не рисовать 7 прямоугольничков дайте квадратиков мы просто рисуем один квадратик пишем цифру 7 и все понимают что это семеро пацанов родились там за какой-то за какое-то время еще за рубежом используются вот такие символы да то есть вот посмотреть брак расторгнутый брак значит беременность буковкой п внутри кружочка я честно говоря не совсем понимаю как при неизвестном поле может быть беременность ну наверное как-то может быть это не у нас ну вот в российских задачах это бывает редко но тем не менее обратите на это внимание а вот пожалуйста пример генеалогической схемы давайте посмотрим как она оформляется мы видим слева с вами римские цифры которые идут сверху вниз пер цифра один показывает нам самое старшее поколение цифра пять это уже про правнуки так дети внуки правнуки праправнуки да все правильно чем эта схема интересна ну во первых уже с первого взгляда понятно что эта схема иллюстрирует нам семью евреев ашкенази когда вы видите много вот таких вот двойных черточек в задаче да то вы можете сразу сказать да скорее всего это задача об ашкеназских евреев если плохо знаете кто это такие то обязательно зафиксируйте кто это такие посмотрите в интернете евреи ашкенази ашкеназские евреи это община которая крайне редко допускает браки за пределами своей вот своего достаточно узкого круга и поэтому на примере на примере ашкеназских евреев мы отслеживаем многие генетические патологии которые в целом в популяции в любой будут не видны ну вот в этом конкретно случае я сейчас соображу что это за родословная нет не соображу ну пусть она будет просто примером обычным на этом конкретном случае мы с вами видим следующую ситуацию вот некий мужчина вступил в брак с женщиной мужчина несет признак ну некий признак допустим у него в данном случае был птоз опущения век птоз век заметьте от брака этому этого мужчины и женщины родилось четверо детей обратите внимание что первая дочь вступает в брак со здоровым мужчиной у них рождается четверо дочерей старший из которых вступает в брак у нее рождается двое дочерей и первая дочь вступает в брак у нее рождаются разнополые дети по всей этой ветке птоз больше не обнаруживается третья вторая дочь первой пары брак не вступила равно как и четвертый сын а пятый сын вступил в брак с девушкой у них родилось трое детей причем ребенок мальчик 363 смотрите римская вот 6 вот мальчик 36 вступил в брак со своей двоюродной сестрой 35 и от этого брака у них родилось трое детей причем младшая дочь оказалась тоже с птозом а старший сын вступил в брак со своей двоюродной сестрой и от их брака родилось трое детей причем второй средний сын с птозом видите как я прохожу по этой ветке да заметно то есть я каждый раз подчеркиваю как пересекаются друг с другом эти задачи вот если сейчас я допустим просто выключу у вас эту задачу и начну вам это рассказывать то вы подумайте что я во первых рассказываю вам какую-то страшную историю типа санта-барбары в которой все встречаются непонятно с кем и причем здесь птоз век непонятно да вам у вас эта схема в голове никак не отложится вот для того чтобы эта схема была прозрачной было понятно что этот признак рецессивный мы как раз и вводим эти обозначения посмотрите все поколения мы обозначаем римскими цифрами слева а всех людей которых мы описали в родословной по старшинству мы называем слева направо обозначаем их арабскими цифрами и так сейчас давайте перейдем к типам наследования первый тип который мы с вами разберем это аутосомно доминантный тип а дт что значит аутосомно значит не связан с половыми хромосомами только с аутосомами аутосом у человека 22 пары 23 пара это половые хромосомы аутосомы это самые ключевые хромосомы человека по сути ну вспомните да если с первой по 13 хромосому кто-то потерялся да то эмбрион вообще не развивается этому об этом с вами говорили в прошлый раз когда вы видите в родословной ключевых три признака вы можете четко заявлять об аутосомно доминантном наследовании первый признак это то что признак встретился в каждом поколении это самое важное но при этом количество мальчиков и девочек в каждом поколении больных тоже равно и еще один третий самый важный признак что если оба родителя здоровы их дети не могут быть больны то есть когда вы анализируете схему вы должны обратить внимание прежде всего на эти три ключевых пункта давайте посмотрим на родословную с синдромом морфана это удосовно доминантный синдром заметьте пожалуйста первый критерий болезнь встретилась во всех поколениях смотрите бабушка болеет ее внук первый старший и внучка средняя болеют у внука все его дети кроме третьей дочери больны у внучки больной больные два ребенка здесь схема приведена неполная видите мы не видим кто у вот этого внука кто у него жена да ну скорее всего жена здорова потому что синдром морфана редкий синдром и обратите внимание что вот здесь у дочери 22 у нее скорее всего тоже здоровый супруг и у этого здорового супруга со здоровым женой также все дети здоровы заметили то есть два критерия из трех мы с вами здесь наблюдаем дальше давайте посмотрим сколько девочек мальчиков поколение здесь мы видим раз два три четыре девушки раз два три четыре юноши идеальная ситуация один к одному обратите также внимание на олимпиадные сложности да то есть иногда мы вам подкидываем задачки где не все так просто ну допустим мало детей заметьте что как правило если болен один из родителей то он в равной степени передаст признак и сыновьям и дочерям вот мы с вами позднее увидим голландический тип наследования когда болезнь передается по играх хромосоме там отец больной передает свою болезнь только сыновьям а по всем остальным признакам будет казаться что это аутосомно доминантный тип наследования нет будьте в этом смысле аккуратны потому что если вы видите что от отца только сыновьям передается и девочек нет тогда это точно не а дт еще один момент очень важный уже с позиции медико-генетического консультирования а заметьте что если два родителя вот допустим здесь вступят в брак потомки 2 3 и 4 3 не дай бог конечно родные брат сестра но тем не менее если они вступят брак болезнь у их детей будет значительно в более тяжелой форме чем у родителей то есть чем дальше происходит продвижение по генеалогическому древу чем мы больше опускаемся к веткам тем тяжелее патология тем тяжелее болезнь второй тип наследования давайте его пометим это а рт аутосомно-рецессивный тип наследования аутосомно-рецессивный здесь признаков немножко побольше ну и вместе с тем сама сам анализ аутосомно-рецессивного типа наследования повеселее всегда этот анализ осложняет молодетность современных семей вот у нас в семьях один-два ребенка там конечно не разобраться ну вот давайте в качестве примера посмотрим на очень редкий синдром теосакса это gm2 ганглиозидоз синдром g2 ганглиозидоза у него чисто аутосомно-рецессивный тип наследования обратите внимание вот заболел синдромом теосакса здесь единственный человек пробант 41 видите вот эта девушка она заболела заболела она потому что у нее родители двоюродные брат и сестра потомки брата и сестры людей у которых мама мама была дочкой женщины пораженной синдрома теосакса вот заметьте 1 2 2 1 2 3 3 1 3 4 3 5 3 7 3 8 это все были гетерозиготы у них фенотипический этот синдром проявлялся в виде ослабления нет действия некоторых ферментов то есть у них не было вот этого вот этого тяжелого синдрома синдром теосакса это синдром идиотии он приводит к смерти в четырехлетнем возрасте то есть у них были какие-то признаки какая-то симптоматика была типа умственной отсталости там некоторые ферментики не так работали но болезнь и как таковой не было и вот когда уже умирает ребенок до 41 тогда только врачи получают доступ ко всей генеалогической схеме этой семьи выясняется что да это результат близкородственного скрещивания которое прошло предыдущем поколении у нас кстати в россии скрещивание браки между двоюродными братьями и сестрами запрещены законодательно они считаются ничтожными потому что как раз они приводят к риску быстрого проявления мутации которые так бы может и не проявились вот давайте посмотрим какие признаки есть у арт первый ключевой признак который стоит заметить у здоровых родителей родился больной ребенок вот тут знаете два варианта либо это новая мутация либо от соседа то есть если вы пропустили ситуацию в которой здоровый родитель здоровый родитель у них больной ребенок и вы думаете что это какой-то другой тип наследования ну простите у вас просто нет глаз вы плохо посмотрели схему второе оба пола поражаются одна в равной степени нет разницы третье если есть больной человек ну не умерший конечно именно больной и здоровый то в браке у них будут рождаться только здоровые дети но все эти дети будут носителями мутантного гена ну и чем реже мутантный ген в популяции тем чаще родители ребенка это кровные родственники ну и наконец если больны оба супруга то больных дети но тут понятно потому что ген рецессивный а малая малая с одной стороны а малая малая с другой стороны все у вас все дети будут болеть следующий тип наследования x цепленный доминантный или xdt ну а давайте посмотрим на генеалогическую схему xdt здесь схема витамин d резистентного рахита обратился за обследование молодой человек а 36 он был лично обследован было выяснено что у молодого человека болеет его мать а болеет родная сестра при этом известно что дед в свое время тоже болел д резистентным рахитом то есть витамин d не помогал этому человеку преодолеть рахитичные симптомы обратите внимание что у родители 1112 родилось трое детей здоровых включая двух трех сыновей да и две дочери больные заметьте да это доминантный x цепленный признак посмотрите на отца у него генотип x y и на x хромосоме торчит дефектный доминантный ген посмотрите на мать у нее x а малая например x а малая она здорова заметьте отец дает своим сыновьям только игрок хромосому а мать не имеет дефекта и посмотрите все сыновья здоровы но отец свою дефектную x хромосому отдает дочерям и дочери оказываются больными понимаете что мы с вами видим ну во первых мы видим все три поколения в равной степени поражены но что мы замечаем количество пораженных женщин выше чем количество пораженных мужчин именно на этой схеме давайте посмотрим на классические примеры во первых больной мужчина передает признак только дочерям и это прям сразу бросающийся в глаза пример больной отец передает x хромосому дефектную дочерям и никогда сыновьям потому что им она дает игр хромосомы дальше женщин в больших родословных в два раза больше чем мужчин это простая статистика вероятность рождения мужчины и женщины один к одному вероятность рождения больного и здорового один к одному вот мы получаем в два раза больше женщин чем мужчин больная женщина передаст патологический аллель половине своих сыновей половине дочерей вот пожалуйста вам пример как раз здесь такое есть вот видите больная женщина половина сыновей половина дочерей здесь больная женщина встретилась со здоровым мужчиной мужчина отдал игрок хромосому сюда и почему-то у нее здоровый сын почему потому что второй ген у нее был ген здоровья сыну повезло он он получил от матери не дефектный ген x а большое а ген здоровья x а малая следующий тип наследования x сцепленный рецессивный x рт ну классика жанра в егэ это задачи на дальтонизм и гемофилию эти задачи всегда предмет особого внимания в комиссии вот почему вам стали чаще подкидывать задачи в которых говорится например следующая сейчас секунду мама дальтоник а папа гемофилик какой у них будет потомство что пишет большинство детей о дальтоник это значит ген д малая на x-хромосоме мать дальтоник значит будет xd мало xd мало правильно народ вы меня понимаете хорошо спасибо покивали а сейчас смотрите отец гемофилик что делает обыватель от биологии он пишет xh мало и игрок и скрещивает этих двух родителей получается что от матери гаметы xd мало от отца xh мало и игрок это бред это генетическая блевотина потому что вы должны помните первая схема на которой я показывал сколько генов на x хромосоме вам надо сразу понять ага если мать дальтоник но про гемофилию ничего не сказано значит она не гемофилик значит у нее генотип xd мало аж большое без всяких запятых xd мало аж большое а отец гемофилик но дальтоник значит он xd большое аж мало и понимаете и на этих задач попадается примерно 70 процентов тех кто за них приступает второй любимый вообще повод поиздеваться над вами при проверке ваших егэ это взять аутосомный признак и сцеплены с полом и написать ну например альбинос дальтоник женился на нормальной девушке не страдающий цветовой слепотой но мать и и было дальтоником что делают люди они просто пишут схему а большое а малая б большое б малая а малая малая б малая б малая получается расщепление один к одному к одному они счастливые сдают работу и пролетают с любым вузом почему да потому что нельзя их сцепленный рецессивный признак записывать как простой рецессивный у нас же с вами есть игры хромосома у мужчин которые не несет этих генов они гемизиготны они гомозиготны и поэтому возникают сложности сейчас давайте посмотрим на эксцепленное рецессивное как его определить болеют только мальчики крайне редко болеют девочки почему потому что я вначале об этом говорил у женщин 2x хромосомы и возникают ситуации когда 2x хромосома подавляет работу первой то есть возникает нормальный такой оборот биохимический который позволяет женщине быть здоровой а чаще всего у мальчиков больные братья или дяди по матери и вот давайте посмотрим на классическую схему вот видите у здоровых родителей больные два сына у здоровой дочери родителей больной сын явно рецессивное наследование почему здоровы больны не может быть пропуска то есть явно это рецессивный тип но заметьте на схеме нет ни одной больной девочки все парни перед нами амиодистрофия дюшена это весьма неприятная патология весьма неприятная патология которая вот здесь во всей своей красе идем дальше так при репродукции если репродукция не нарушена то наследование характеризуется следующим образом а да вот гемофилия кстати прекрасный момент здесь нарушается репродукция а здесь нет вот гляньте здоровый мужчина женщина носитель у нее два сына больных и девочка носитель у девочки носители старший больной сын и у девочки 6226 носителя старший больной сын видите опять мы с вами видим наследование не в каждом поколении да здесь были здоровы тут больны и только мальчики понятно хорошо а вот вам тоже пример только мальчики видите мальчик 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 заметили а заметьте от отца к сыновьям от отца к сыну от отца к сыновьям значит ген располагается на игрок хромосоме но это классический пример кстати это гипертрихоз то есть оволосение ушной раковины очень частый пример для олимпиады для всероса а для егэ этот пример там не встречается там игрок наследования вообще не не затрагивает еще один пример вот это вообще суперская штука это у нас было в одной олимпиаде не так давно годик назад мы хохотали от всей души потому что мы увидели все что могли все решения но все неправильные заметьте какой интересный пример то папа папа болен мама здорова все дети здоровы нормально да сюда смотрим мама больна папа здоров все дети больны здесь мама больна папа здоров все дети больны интересно да по признакам по Здесь вот наблюдается аутосомно-доминантный тип, здесь аутосомно-рецессивный. Что за бред? Две разных болезни. Нет. Вспомните, при оплодотворении сперматозоид не передает зиготе ни одной митохондрии. Все митохондрии только в зиготе, от яйцеклетки. Понимаете? То есть, соответственно, если в яйцеклетке есть какая-то патологическая митохондриальная болезнь, каламбурчик такой получился, то от матери эта болезнь передастся дальше всем детям. Мальчики будут болеть, но свою болезнь дальше они не передадут, потому что мужской пол не передает митохондрии своим детям. Это, кстати, классический пример. Мы можем по Y-хромосоме просмотреть всех наших отцов, дедов, прадедов, а по митохондрии просмотреть всем мам, бабушек и так далее. У нас как раз два этих, две этих линии встречаются у нас. Митохондрии женского пола, Y-хромосома мужского. Прямо привлекаю ваше внимание, что это прям реально важная информация. Вот давайте такой рисунок. Сфотографируйте, пожалуйста, нас ваши гаджеты, чтобы вы могли дома помозговать над этой схемкой. Схемка непростая. Заметьте, я вам тут намеренно папу, видите, 2-1, с племянницей он в брак вступает, у них куча больных детей. Заметьте, кто там у нас обследуется. Ребенок 4-8, мальчик обследуется. И он тоже потомок двоюродных брата и сестры. Вот подумайте над тем, какова вероятность того, что ребенок, который родится, от этого юноши, он будет больным. Интересная задача, подумайте. Тут я еще хочу предложить вам несколько... Так, ну это можем пропустить. Да, ну вот интересный, да? Интересный факт. Мультифакторное заболевание. Тут надо заметить новый термин, который мы с вами еще не разбирали. Это термин конкордантность. Вам знаком этот термин? Конкордантность. Нет? Ага. А вам ваши учителя что-нибудь рассказывали про близнецовый метод? Ага. А может быть, вкратце вы мне скажете, в чем он заключается? Ну, кто-нибудь из присутствующих. А в чем заключается близнецовый метод? Ну, любой. Ага. Он заключается в том, чтобы изучить две близнецовые особи и влияние наследственности, и среди на формирование их личностей. Личностей. Ну, я сейчас вам дам тут одну формулу. Сейчас вот это у меня получится. Ага. Так, сейчас видно, что я открыл документ, да? Документ пустой, видно? Угу. Хорошо. Давайте введем вот такую формулу. N – это влияние наследственности. Н 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 – это влияние наследственности. итак вот такая формула с с или среда это 100 минус n в процентах давайте разберемся что это такое конкордантность моно и дизиготных близнецов вот представьте себе что мы обследуем обычных братьев и сестер вот приехали в таркасале пришли в поликлинику попросили карты медицинские и смотрим ага братик сестенка братик сестенка братик сестенка составили длинный такой список ну взяли допустим 100 семей 100 семей удобно проценты считать и выясняем что ожирение как отдельный признак ожирение встречается и у брата и у сестры или и у брата и у брата в 60 случаях из 100 ожирение только одного человека ну одного братика второй нормальный нежирный в 30 случаях а в 10 синдром вообще не выявляется вот тут интересная трактовка термина конкордантность вы посмотрите как звучит до конкордия согласие то есть когда признак проявился одновременно и у брата и у сестры или у брата и у брата обычных братьев мы говорим что эти братья или сипсы согласны друг с другом в этом признаке на столько-то процентов в нашем случае я назвал цифру 60 да вот я сейчас ее здесь и поставлю 60 а дальше мы обследуем только семьи в которых монозиготные близнецы то есть родились одновременно из одной зиготы развившиеся детки и там мы выясняем что из ста семей которых монозиготных которых мы обследовали по всему янао у 80 семей наблюдалось ожирение обоих братьев или обоих сестер то есть их конкордантность была 80 и смотрите что получилось 80 минус 60 это 20 и 20 мы разделим на 100 минус 80 на сколько на 20 да да я правильно считаю правильно или нет правильно смотрите 20 деленное на 20 это единица согласны со мной это значит что наследственность наследственность повлияло да блин наследственность повлияло на развитие этого признака в ста процентах случаев то есть среда никак не повлияла на то что дети стали жирными только наследственность а сейчас возьмем другой пример например мы проанализировали и оказалось что до ожирение у нас наблюдается в 30 процентах случаев у дизиготных близнецов и допустим 65 процентах случаев у монозиготных а так 100 минус кдб 100 минус 30 65 минус 30 это 35 правильно я считаю нет меня с математикой плохо 35 делим на 70 а тут сколько получилось процентов 50 согласны хорошо а сейчас гляньте кто же повлиял на развитие ожирения в таком случае а мы не знаем в равной степени повлияла и наследственность и среда вот это суть близнецового метода он весь укладывается вот в такую формулу я надеюсь я понятно объясню что такое конкордантность да то есть это процент семей моно или дизиготных близнецов в которых этот признак одновременно проявился у обоих детей то есть близнецовый метод это не просто мы посмотрели на близнецов и сказали да ребят жалко что вы жирные нет это мы посмотрели и на этих близнецов и на соседних близнецов и вообще на всех близнецов таркосолей и янау и сказали ребят вы жирные потому что едите 14 раз в день а не потому что у вас наследственность плохая ну или или наоборот да то есть все зависит от цифр которые в итоге мы которые в итоге мы выясняем в генетического обследования вот посмотрите какие интересные цифры у нас с вами есть по тюменской области включая янау и ихнау в пророжденные пороки развития вот врожденный вывих бедра в пяти случаях на тысячу человек в янау и два случая на тысячу человек на юге тюменской области косолапость одинаково по всей тюменской области шизофрении от 10 до 20 друзья вы живете в регионе в котором больше встречаемость шизофрении больше выявлений но это связано со спецификой со спецификой обследований приезжих людей у вас диспансеризация приезжих это такой очень важный фактор поэтому обследуется сто процентов на юге тюменской области к этому относятся с меньшим вниманием может быть поэтому такой диапазон 10 20 до смотрите соматические болезни среднего возраста диабет 20 случаев из 1000 человек гипертония 200 случаев ишемия 100 язвенная болезнь 50 астмы 5 случаев из 100 колоссальный прессинг но при этом в большинстве этих случаев мы наблюдаем с вами многофакторность то есть болезни развелись и по вине наследственных факторов и из-за условий окружающей среды вообще вот дальше у меня есть ряд интересных интересных наблюдений значит выводов которые напрямую к задачам с которыми вы столкнетесь в егэ или в олимпиадах не связаны ну разве что вот о целиакии будет интересный будут интересная задача вы с этим столкнетесь с этой аутоиммунной патологией вот будут интересные зависимости географически я вам советую полистать вот по крайней мере когда вы будете дома спокойно полистать эту информацию и может быть вы подчеркнете какие-то факты для себя я бы наше время сейчас потратил еще и на разбор некоторых задач я сброшу вот этот вот файл из книги посвященный медико-генетическому консультированию вам чтобы вы могли порешать какие-то задачи на что обращаю ваше внимание здесь есть хорошее определение стоит их почитать и вот здесь вот есть решение типовых задач вот посмотрите прям дана задача и дан разбор этой задачи дальше все ответы да дальше вот задача разбор задачи и в конце задачу для самоконтроля почему советую вам обратить внимание на задачи вот для самоконтроля ну во первых стоит вам связаться один разок вот с такой задачей и наткнуться вот на эту фразу наличие специфического мышиного такого запаха от мочи ребенка от его вещей вы в дальнейшем когда это вам встретиться в олимпиаде с легкостью поставить диагноз определив правильно тип патологии кстати догадались до мышиный запах признак какой патологии не слышали нет фенилкетонурия фенилкетонурия это болезнь из-за которой мы на упаковках с газировкой пишем содержит фенилаланин не за не рекомендуется для употребления больными фенилкетонурии на жвачках орбит посмотрите там написано прям жирными буквами не рекомендуется к употреблению больным фенилкетонурии потому что если они будут есть эти продукты употреблять продукты у них разовьется вот это самое все слабая пигментация повышенный тонус эпилептии формные припадки там очень интересная интересная штука дело в том что фенилаланин аминокислота она предшественник тирозина а тирозин но он отличается наличием гидроксогруппы всего лишь а тирозин предшественник адреналина норадреналина меланина дофа то есть он попадает в кучу циклов и поэтому вот фенилкетонурия это патология с таким очень интересным широким спектром и вариабельной экспрессивностью так вот хорошая задачка прям милейшая стоит и раз разобрать так когда будете работать самостоятельно дома задач тут хватает если интересно то мы с вами в следующий раз познакомимся с файлом с ответами если у вас возникнут сложности с какими-то задачами с удовольствием помогу в их разрешении ну сейчас давайте вкратце проанализируем чем мы с вами сегодня занимались и какие новые вещи важные вы сегодня должны были унести я вас попрошу 3 2 1 в ваших тетрадях три самых важных пункта две вещи которые вас удивили и вопрос на который вы бы хотели чтобы я ответил для работы пожалуйста давайте три минуты кратенько прямо у себя в тетрадочках самое важное было это удивило вот это вопрос такой то и через три минуты мы с вами с микрофоном обсудим обсудим этот этот это наше сегодняшнее занятие так еще минутка а Продолжение следует... 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 генетического кода потому что одновременно показывать задачу и таблицу генетического кода будет ну невозможно технически поэтому вы ее распечатать и вклеите себе в тетрадь чтобы допустим мы смогли решить с вами конкретную задачу и это нам бы помогло с вами с одной стороны с олимпиадными заданиями с другой стороны с заданием 27 вега а также я попрошу людмилу анатолью если она нам с нас слышит следующий раз так поставить камеру в этой аудитории чтобы была доска зеленая пусть маленькая был мел чтобы кто-то из вас смог писать на доске решение и мы могли его обсудить с вами вместе потому что на конкретных задачах некоторых я думаю вам будет гораздо интереснее разобрать молекулярные механизмы нежели нежели просто осмотреть презентацию еще момент если у вас возникнет желание чтобы я разобрал с вами конкретные задачи номер 28 то есть задачи егэ прошлого года или будущего года то пожалуйста об этом скажите людмиле анатольевне она передаст мне я внесу коррективы в наш план занятий допустим немножко подвину ботанику или там зоологию и вставлю еще кусочек разбора вот этих вот не егэшных задач извините не олимпиадных задач а задач егэ если это вам интересно хорошо так ну отлично я прощаюсь с вами вам всего доброго и до встречи я и и и и и А что нажать, чтобы запись остановить? Субтитры сделал DimaTorzok